Богатырь 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 всех любимой женщины были в таких садах вот и и вот так вот собирали вот такие прекрасные фрукты в данном случае я спрошу обратить внимание на именно на плоды не отвлекаться значит что вы видите совершенно оригинальная окраска вот она да больше по моему таких фотографий нету вот она на деревья то что называлась называлась когда-то вот здесь хорошо видно раскраску называлась когда-то богатырём влияние по двое несомненно тут я стопроцентный мичуринец вот стопроцентный влияние несомненно другое дело как сохранить это влияние тут я уже не мичуринец дело в том что я уже рассказывал об этом есть две четкие позиции так сказать классических генетиков вот что геном тнк это железобетонная конструкция чего-то с двое изменишь такими простыми вещами как прививка есть мнение мичурина что это огромное влияние ментора огромное влияние окружающей среды которая тоже является ментором вот почвы климата я уже это все вам рассказывал рассказывал я вам и о третьем пути железово то есть то что дело даже не в родителях и не маме с папой и не так сказать незаконном родители когда сращивается два совершенно чуждых друг с другом предмета чуть не сказал организма подвой привой которые находятся на разных ступенях этой эволюционной лестнице это в мое образное выражение я придумал разные концы эволюционной лестнице расположение на разных концах эволюционной лестнице сам себе режиссер и вот значит третье мое то самое утверждение что да мичурин прав но происходит не организовал не организация нового сорта каждый раз вот или прообраза нового сорта а происходит всего лишь быстрая подмена замена генов доминантных и рецессивных спящих быстрая 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 и при каждого или гибель или крайнем случае организм успевает перестроиться и вспомнить о том что когда-то заметьте не родители не бабка детка а миллионы лет назад этот организм жил и был уже таким в таких же условиях и на фоне массовой гибели кто успел тот не опоздал успел перестроиться и вот дерево в одном случае задичает и создаем и благоприятные условия а мы их создали латинков на урале вот железа в сибири мы их создали и результате получили чудеса мы постепенно будем обо всем этом говорить эта школа а да это дальше мы еще к этому подойдем эти чудеса мы обязаны тем что у них мы не образуем еще раз подчеркиваю новые сорта по вечерину мы они там есть они там миха только механизм идет перетасовки в каждом случае для каждого случая вот так грубо вот и миллионы лет назад и мое утверждение антинаучное я его не слышал никогда нигде она вбита в голову даже простых людей она вбита в голову даже людей очень умных но которые так сказать иметь классическое образование которое имеет свой недостаток биты уже становится наука становится догматической вот миллионы лет назад вот вся эта красота уже была и вот мое утверждение она настолько антинаучная она настолько кажется диким всем кроме людей которые верят бога которые искренне считают что мир создан был божественным проведением миллионы лет назад вся эта красота уже была не было людей мир был создан до людей и все это уже было вот божественное происхождение один вариант естественно естественно происхождение вот этой красоты второй вариант вот эволюция могла привести и природным путем к таких такой красоте животные мир тоже способствовал я об этом рассказывал эволюции растений в пользу получения все более более сладких роскошных плодов вот выбирать из этих двух а с настоящими в настоящее время столько одна версия что человек взял чего-то там мелкое невкусное посадил своем саду получил чуть более вкусное еще более вкусное эту со школы версию но это дарвин вот которая глубоко уважаю но который объяснять только часть фактов но не все вот вот если взять дарвина да и сказать да 4 миллиарда лет назад земли не было потом она появилась миллиард лет назад появились первое поползли там ну я цифры условны миллиард лет назад поползли эти самые мхи или шайники потом они превратились в могучие деревья с плодами сильно быстро господа вот скажите другое дело что земля зародилось не на земле вот скажите что в истории жизни ними нет ними не миллионы не миллиарды а триллионы лет вот и что вселенная бесконечная что вселенная не имеет возраста не имеет начала вот тогда я еще могу это с вами согласиться вот ну и получается так что именно вот это мое утверждение что растения культурные сладчайшие плоды появились до человека она полностью уничтожает всю научную конструкцию извините это самое не отменяет дарвина но делает более спорными его утверждения вот и конечном итоге помогает нам возвращать очень быстро присущие изначально качество даже в таких дичайших условиях как сибирь результат вы видите на фотографии фотографии это не выбирал специально она следующая вот кстати вот видите как это я уверен что из 100 человек 99 сразу не поверят не потому что они троечники были по биологии каких было большинство школе вот не поэтому потому что здравый смысл присущ вообще людям вот и то что я говорю она совершенно не противоречит здравому смысл знаете как растерялся ученый народ надо же доказать что что мы это самое животное вот слегка причёсанное и побритая не более того действительно какая может быть мораль почему ради счастья людей не расстрелять там несколько миллионов так это походя ради счастья людей к почему нет ведь если жизнь зародилась грязных ложек простое слепание молекул какая к черту мораль из грязи вышли из грязи войдем вот живи наслаждайся жизни если ты успел это самое отхватить свой кусок вот нет ребята мораль существует потому что жизнь вечная ладно смотрим дальше эта фотография не просто так появилась то есть она не к теме она просто очередная вот это сильная фотография как на второй год появился прекрасный плоткнул привил на второй год плот а ну все понятно этим можно заниматься один из примеров для чего существует вообще прививка ну а теперь представьте себе что захотели в это яблоко вот вы взяли с такого же яблока семечку культурную до сих пор мне уже все реже реже но все пишут пришлите семена своих роскошных яблок своих роскошных груш или семечко вы не ковряете кстати смешно было бы вы сажать этот плод ради того чтобы вы ковырять несколько семечек ради науки да согласен ради появления новых сортов ради того чтобы вот этот путь ой господи какой это страшно длинный путь семечковых пока вот длинный у косточкова чуть покороче я как вспомним учурина 60 лет я вспомню 50 с лишним лет у байкалова мне страшно становится я все это делал не не пассивный работая на советском линии в заводе вот работал 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 и уделял этому такое мизерное время а результаты получил сразу вот потому что отказался от всех этих навязанных стереотипов она вертипы врач этих семян они сейчас ходу еще раз говорю два известнейших авторитетических человека я уже где-то здорово называл фамилии теперь боюсь уже повторять друг друг это обида потому что я не то что их выставляю там какими-то невежами ну как-то как бы это сказать когда они молчат они не имеют того преимущества равного спора но они бы сейчас что-то сказали защиту своей версии что выращивайте семян а я в ответ писал ну нельзя же так то но выращивайте вы ученые но обыватель это за что за что им это предназначено этот путь выращивайте семян на плюс еще вот эти самые анастасиевцы я очень уважаемый владимиром игре осень человек создал уникальные даже не талантливой книги серию книг про анастасиев а гениальной книги сотни тысяч людей поменяли это эти самые вонючая города я гетто называю любой город даже москва даже питер это гетто это они не предназначены для жизни людей они предназначены для их существования для быстрого зарабатывания болезни стрессов вот невроза психоза вот для чего эти города так вот он позвал за собой вот этими устами анастасии на своего литературного персонажа он позвал их сменить образ жизни сотни тысяч сменили вот его за эту благодарность ну конечно он же не садовод вот наверное не дали дачника собрал вот все что он считал для этой версии очень удобно семечко во рту подержи загадай и прочее прочее вы знаете кого куда это дошло я это самое я вот меня очень удивило я получаю письмо значит муж женой кто-то из них двоих написал то ли он то ли она об мужчина написал он говорит мы сделали так я не знаю я анастасии не все прочитал только часть вот потому что бывало что откладывал книгу с возмущением я же садовод вот нельзя ведь человек может потерять 10 20 лет не иметь сада вот есть такой карабинский вадим один из так сказать лидеров его можно назвать анастасиевсом потому что он много пишет он ведет очень популярный сайт он умница он молодец вот таких бы побольше вот и он пишет что имея гигантские я-то имею гигантские связи да действительно в неделю сотни писем это чем-то говорит каждую неделю умножьте на месяц и на года вот значит он у него свой круг в основном анастасиевцы понятно жители родовых поместья он с ними общается у них практически нет садов года идут садов нет вот это тупик потому что а это сейчас он их знакомит там железовым допустим или там с виноградарем рыхалиным это сейчас она знакомит помогает вот он пытается сад врач он рассказывает что-то получается что-то нет он умница он молодец вот он приближает то светлое будущее но учитывая то что напрямую читает книги и потом садов то и нет понимаете что здесь переплелись и вот это все выращивайте семечка призывал один известный в россии с гигантской практикой он ученый вот фавилью перестал называть доктор наук из новосибирска вот женщина доктор она призывала тоже выращивайте семечек и скотчик вот и тоже ведь это же я говорю а страница газет это не шутки это не частный разговор который мог выдумать вот понимаете о чем речь идет речь идет о том что предлагаемый простой быстрый путь он не совсем нормальный я проклинаю садистов а сам при мне один из самых садистических приемов дичайших вот уничтожающих полностью крону деревья пусть дикарей пусть полу культурных но ни в чем не виноваты когда полностью крону меня это как человеку голову поменять вот взять отрезать новую поставить чтобы руки ноги сердце обслуживали другой совсем организм в виде головы вот и что делать а вот то попробуйте с него вот так вот один вариант садистский мой вот ну не только мой ясно-мичуринский прочее для него сто лет а говорят тысячи лет назад умели привать вот этот путь быстрое получение плодов в данном случае испытание в моем варианте плодов или и этот стандартный путь возьмите с него сейчас семечко так я всего ждал полтора года вот этого плодика кстати неплохого удачно получилось я полтора года а теперь возьмите семечко и ждите 5 не прошло 10 15 глядишь на десятый год заплодоносила это в одном случае из 100 в 99 случай в моем районе просто замерзнет ну допустим повезло один случай ладно тогда надо 1000 семечек и вот у меня уже 10 таких этих случаев так а 10 и тогда помечурины правильно один-два из них могут даже сохранить такие качества вы готовы ждать 10 15 лет или ждать два поколения чтобы наверняка это еще прибавьте лет 10 или как иногда подношение может быть первое на двадцать и на двадцать пятый год вот вот вами анастасийское движение вот поэтому не дождутся они саду а почему я сейчас я сбился с это со смысле вот мужчина-женщина вот он пишет мы прочитали анастасии может быть я не читал этого анастасии но я не все прочитал может быть уже у нас есть последователи какие-то может от них он прочитал дословно цитирую извините за натурализм дословно цитирую значит мы взяли плоды съели их вместе с семечками ну речь шла яблони вот селик вместе с семечками подождали пошли в сад выкопали ямки так и сделали ритуаль за эти слова ритуальное опорожнение кишечника в эти ямки и теперь ждем когда ну поняли что из этого как это называется калда что из этого кала из семян которые в этом кале которые прошли через кишечник вырастут плоды вот вы проследите и главное смотрите я ничего не отрицаю и воздействие мысли татьяна сананага была одним из тех волшебников которые я не сомневаюсь мысли помогли вырастить волшебные деревья фактически новые сорта вот я ничего не отрицаю вдруг вырастут а вдруг все будет так но это если допустим ну скорее всего это процент везения низкий скорее если даже так получится вот это ритуальное опорожнение кишечника посадочную яму может быть и так но если взять их допустим 100 тысяч человек прочли это сделали я твердо вас уверяю что если даже где-то есть какой-то шанс но на тысячу человек девятьсот девяносто с чем-то садах не будет не будет этих самых то есть участков не будет садов не будет это уже точно вот внутренний голос говорит вот он нередко ошибается не будет а будут потерянные воды и пустые участки вот понимаете куда загнали анастасийцев какой тупик это при том том что полдела для них сад это символ новой жизни вот дом построят канализацию проведут водопровод проведут вот все это будет сделано электричество только вот насчет садов пока не получается карабинский вадим много знает и он утверждает что случае редки среди анастасийцев удачных этих садов